Сегодня в программе Дворца культуры имени Добрынина нетипичная во всех смыслах события. Площадка принимает инклюзивный концерт «Красота против стандартов». На подиуме не профессиональные модели, а люди с ограниченными возможностями здоровья. Проект проходит третий год и направлен на разрушение стереотипов. Инвалидность участников как на дефиле, так и в жизни вовсе не преграда, а лишь часть их индивидуальности, рассказывают авторы. Например, Анастасия Орлова, с детства маломобильная. Девушка рассказывает, работает на дому СММ-менеджером и старается как можно чаще участвовать в различных социальных проектах. Это важно, потому что люди с инвалидностью должны рассказывать о себе, показывать, что они могут так же жить, так же работать, так же достигать каких-то успехов, так же участвовать в различных проектах. Постоянно пробовать новое и заявлять о себе. Такого принципа здесь придерживаются все участники. В этом году среди них много новичков, и даже у них решительности хоть отбавляй. Ну что, я хочу танцевать, а чтобы, ну как все нормальные люди, что ли, без всяких комплексов, чтобы так получалось. Ну человек не должен бояться ничего. Если хочешь танцевать, танцуй. Хочешь рисовать, рисуй. Не надо закрываться, не надо прятаться и все. Узнать получше героев вечера, их истории или поискать вдохновение можно прямо в поле на фото-выставке. Она тоже открылась сегодня. Здесь представлены творческие образы моделей, каждый из них разработан индивидуально. Организаторами проекта выступила общественная организация «Поверь в себя», местное общество инвалидов при поддержке Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области. Чтобы люди перешагивали через себя, чтобы они убирали свои вот эти комплексы, чтобы они могли жить достойно, жить, как бы, скажем так, счастливо, наверное. Быть счастливыми на этом свете и понимать, что они должны, ну, чувствовать себя равными со всеми людьми. И они должны просто верить, что и надеяться, и в принципе знать. И делать так, чтобы они, ну, как бы сказать, ну, мне просто хочется сказать, чтобы быть счастливыми, чтобы они были, чтобы поверили в себя. Впрочем, «Красота против стандартов» не единственная получила региональную поддержку. Отмечается, в профильном департаменте еще ведется конкурсный отбор среди подобных инклюзивных проектов. А это значит, что Ярославской области еще предстоит сделать новые шаги на пути к обществу с равными возможностями для всех. Иван Савинов и Евгений Бушуев. День в событиях.